Привет моделистам! Меня зовут А.К. Я живу в городе Цинциннати, штат Угайо. Здесь меня еще называют Crazy Russian на моем основном канале DCC Chain. Этот канал я сделал только на русском языке. Будут стримы и обыкновенные мои видео, как это, к примеру. Поступило очень много вопросов про ESU, про командную систему, периферию, устройство сопряжения. Я начинаю с программатора, такая вводная сегодня. У меня есть новая командная система. Я не уверен, что там новый стоит firmware, прошивочка. Но если стоит старая, мы обязательно сделаем четко все, как устанавливается новое. Так вот, программатор. Программатор этот где-то лет 15 ему. С 2005, 2006, 2007 года, по-моему, они что-то в этом духе поменяли. Все-таки до сих пор такой дубовый serial у него интерфейс. Но эта штука как раз идет с адаптером. То есть, если у вас виндовый новый компьютер, даже поставить USB-C адаптер, там работает все четко. Сейчас я его включил. Если выключить, то напруга идет сюда. Включаются вот эти светодиоды на ESU тестере и вот этот 20-пиновый декодер, который идет в катовский локомотив. Сейчас мы подробно объясню. И буду инсталляцию делать тоже. Ну, чуть пошагово, скорее всего, чтобы вы посмотрели, как это все работает. Так вот, программирование. Это отдельная история. Нужно немножко терпения, знаний, там, минимальные компьютера. Но чтобы разобраться в алгоритме программы, вот самое-самое главное. Теперь, вот смотрите, если включить, это катовский двухмоторный, кстати, в модели отличная P42, да, дизельный локомотив. Используется VIA тоже в Канаде. В основном это Amtrak. Где-то в Калифорнии тоже. Значит, у него впереди два красных фонаря здесь. Называется Marker Lights. Два белых фонаря-прожектора, они alternating, да, между собой перемириваются. Здесь имеются тоже фонари, фары. Чтобы привлекать внимание, вот это вот alternating идет. Смотрите, если, к примеру, сейчас уловки программирования начнутся. Если включить свет и поменять направление движения, вы увидите, сразу же включаются Marker Lights. Вот эти красные. Так. Когда этот локомотив задок, то есть это задняя фара, сзади наверху, крыша здесь. И вот эти Marker Lights впереди. Но я также могу сделать, к примеру, смотрите, если я выключаю свет и включу F5, я сделал так функцию 5. Эти Marker Lights, которые впереди красные, загораются сами. И они не зависят от направления движения. Классно. Вот такая штука. Теперь F6 включают вот эти alternating, Ditch Lights называется здесь. Чтобы они, привлекание, еще раз повторюсь, внимание людей, кто вдруг захотел перейти уже закрытый шлагбаум. Не везде шлагбаумы автоматически есть. Есть места, где просто... Ну, в основном на таких мощных линиях уже все шлагбаумы есть. Вот. И если я включу тоже Lights, да, то есть движок едет вперед. Ну, теперь мы включим звучок. Декодер работает четко прямо на этот спикер, который в тестере. Очень удобно. Для проверки. Конечно, звучок такой хиленький, но... И я сейчас включаю функцию 2. Будет сигнал, гудок. И вот эти вот два светодиода будут alternating. Сейчас я уберу F5, чтобы не мешались. Ну, самое максимальное, что я могу сделать со светом. Сейчас останавливается колокольчик, останавливается гудок. И останавливается это вот alternative тоже. Звучок я выключаю. Выключаю, к примеру, он стоит там на какой-то maintenance, да, на каком-то обслуживании. Может быть, отдельные фонари включить. Здесь сэкономить. Или где-то идет маневр в депо. Вот такие... Не секреты. Вам рассказываю все как есть. Следующее видео будет от Digitrax. Новая аккумуляторная батарейка, перезаряжающаяся в новую Digitrax крутилку. Ох, какой он активный. Выключим его. Спасибо, ребята, за внимание. Пишите вопросы. Все, я здесь меня... Я вижу. И эти вопросы я сохраняю в своем e-mail. И постепенно буду отвечать. Успехов, всего наилучшего. Давай. Наилучшегося. Видео. Наилие 1.